Всем привет! Пришло время разбирать лор SCP, ибо лор SCP сам себя не разберет. Не так много крупных организаций из мира SCP осталось не разобранными на этом канале. И вот дошла очередь до той организации, которую многие просили, используя тайный знак. Пяти пятерок в комментариях. Пятая церковь в мире SCP – это влиятельный культ, в который входят знаменитые и богатые люди, артисты, политики, актеры и музыканты. Добиваться высокого положения в обществе им помогают особые ритуалы пятеринства, которые включают в себя различные духовные практики, такие как размышления о звездах, созерцание звезд, визуализация своих желаний, медитации и другие подобные. Эти ритуалы приводят к тому, что практикующим постоянно везет в достижении своих целей, они быстро становятся телеведущими, политиками, звездами спорта или шоу-бизнеса, духовными лидерами. Несмотря на кажущийся позитивный эффект от этих ритуалов, лишь немногие практикующие становятся актерами, музыкантами и прочими успешными публичными людьми. В местах распространения идеи культа также появляется множество неуловимых убийц, маньяков и грабителей. Начинаются беспорядки. Более глубокое увлечение пятеринством изменяет людей неизвестным фондообразом, превращая их в то, что иногда даже не представляется возможным описать. Опасность представляет и то, что пятая церковь может запускать мощнейшие мем-агенты, полностью меняющие поведение людей, как довольно простые, изменяющие какие-то личные свойства или такие, как SCP-3519, убеждающие, что скоро наступит конец света. Некоторые из мем-агентов могут быть довольно сложными, содержать в себе целые идеологии. Например, если человек любым путем узнал информацию, совокупно обозначенную как SCP-2155, он начинает верить в то, что у Америки существует законное правительство, состоящее из индейцев, а нынешних американцев считать узурпаторами, и начинает последовательно бороться против так называемых захватчиков. Примечательно стремление зараженных этим мем-агентом восстановить некий храм Пятого Солнца. Пятая церковь использует множество способов распространения мем-агентов. Например, в месте проявления аномалии SCP-2678, обычно около крупных загородных трасс, человек, едущий на машине и смотрящий на рекламные билборды, может увидеть на них вместо обычной рекламы сообщения о местах и явлениях, которых не существует и никогда не существовало. Эти сообщения влияют на разум человека таким образом, что если он ведет машину, он всегда останавливается на обочине, выходит из машины и начинает настойчиво искать то, что увидел на билборде. Эти поиски приводят его в ловушку SCP-2678. Существуют и другие пути распространения, например, эффект SCP-3214 распространяется через рекламу в интернете, а целый ряд других сильнодействующих ментальных агентов распространяются через газеты и даже через музыку. В общем, Пятая церковь добилась огромных высот в умении промывать мозги людям самыми разными путями. Борьба с такими информационными угрозами – это главная забота фонда по поводу этой организации. Общего между тем, что именно внушают людям разные SCP, связанные с Пятой церковью, похоже, мало. У Пятой церкви нет какой-то постоянной идеологии. Разброс идей от того, что рабочие должны бороться за свои права, до внушения паранойи на тему того, что некие могущественные сущности стирают из мира людей события и целой цивилизации, изменяя прошлое, настоящее и будущее. Эти эффекты не ограничиваются только лишь галлюцинациями и навязчивыми мыслями. В местах активности Пятой церкви иногда обнаруживаются различные товары от компаний никогда не существовавших или происходящие из никогда не существовавших стран, а также и просто вещи, назначение которых непонятно. Фонду SCP не удалось обнаружить саму Пятую церковь как организацию. Возможно, потому что она очень хорошо скрывается, а может быть потому, что она и не существует как организация в привычном понимании. У нее нет руководства каких-то штабов или постоянных баз. Однако в результате операции «Звездочет» было обнаружено множество предметов, связанных с Пятой церковью и различных компаний, которые выполняли поручения и задания неизвестных сущностей из Пятой церкви. Среди таких компаний были и типографии, и клубы, и психиатрические больницы. Наиболее распространенный предмет, связанный с Пятой церковью, это книга под названием «Звездные сигналы», в которой открыто описаны все упомянутые ритуалы. Ввиду их действенности, а также из-за того, что в книге содержится мем-агенты, ей был пресс-вой номер SCP-1425. Класс безопасный. Объект 1425 – это вообще главный объект для пятеринства, потому что впервые организация проявила себя, когда эта книга появилась на прилавках магазинов. Книга быстро стала очень популярна. Она разошлась по всей Америке. Ее обсуждали в популярных ток-шоу и часто упоминали в своих интервью «Известные люди». Затем она появилась во многих других странах, где также стала очень популярна. Фонд SCP начал бороться с ее распространением, когда обнаружил, что люди, следующие учению из книги, приобретали аномальную возможность воздействовать на реальность. Была начата операция «Змееносец», в ходе которой большая часть экземпляров была уничтожена, а воспоминания о практиках пятеринства стерты из публичного сознания. Их ритуалы высмеены, а полки магазинов завалены подставными книгами в жанре саморазвития, практики которых представляют собой лишь пародию на пятеринство. Значительного успеха в борьбе с пятеринством фонд достиг только в США. В Англии фонду SCP не удалось сдержать распространение книги. Она есть практически у всех, кто интересуется всем загадочным. А Лондон нередко бывает покрыт аномальным туманом, известным как SCP-3351. Кроме книг, в ходе операции «Змееносец» фонду удалось захватить множество аномальных предметов, среди которых было много способных генерировать особый дым. Аномальное свойство этого дыма в том, что попавший под его влияние человек получает возможность общаться с каким-либо другим человеком, чаще всего со знаменитостью или религиозным деятелем, нередко уже умершим. В большинстве случаев один источник такого дыма дает доступ к одной конкретной личности. Существует мнение, что этот дым – это и есть настоящая форма существования пятеринцев, в которую они преобразуются после полного постижения своего учения. Наибольшую обеспокоенность фонда вызывает тот факт, что во время рейдов на места, предположительно относимые к Пятой Церкви, помимо странных машин и устройств, часто удается обнаружить предметы явно инопланетного происхождения, например, SCP-2005. Каким образом пятеринцы добывают такие артефакты, до сих пор неизвестно. Пятая Церковь, она в душе, бро. Потому такие организации, как SCP, которые наблюдают, слушают, собирают доказательства, не могут ее найти. Они, конечно, знают о том, что она есть, они держат в своих камерах содержание больше, ну, 30, а может даже и все, ага, 55555 объектов, связанных с Пятой Церкви. Но все равно ничего не могут понять. Потому и боятся. Все боятся того, чего они не понимают. Они боятся найти у себя в душе, понимаешь? Пятеринство начинается с пустоты души. И это круто, потому что, когда душа пуста, она готова по-настоящему к исполнению самых заветных желаний. Только когда чел понимает, что пуст внутри. Только тогда он может смотреть на звезды правильно. Только тогда его воля к тому, чтобы быть счастливым, начинает играть музыку души, понимаешь? Такая чушь, как вербовка или агитация своей идеологии Пятой Церкви не нужна. Ведь в нее приходят те, чье сердце открыто. Фонд SCP говорит, что у чуваков из Пятой Церкви есть какие-то там мимагенты. Но все это лишь напыщенная псевдонаучная чушь. Мы смеемся над ней и все. Пятая Церковь говорит от сердца к сердцу, понимаешь? От сердца к сердцу, потому люди и слушают. Они слышат и видят, что есть на самом деле. Никакого секрета тут нет. Чувак, обычные люди говорят, что надо быть собой. Но мы все и так проживаем наши жизни только собой. У нас же больше никого нет, кроме себя. Ты всегда был и будешь собой. Нужно только, чтобы мир вокруг тебе подходил. Вот в чем вся фишка. Представь мир, где все сделано из твоих желаний, где достигнуты все твои цели. Мы называем это Пятый Мир. Он вокруг нас, чувак. Пятый Мир – это твой мир. Такой мир, какой ты хочешь. Пятый Мир – это мир, где все получилось, все удалось. Мир, где все хорошо. Ты можешь придумать свой Пятый Мир, и он будет вокруг тебя. Оденься в свой Пятый Мир, как в удобный халат. Позволь ему быть вокруг тебя, направлять твою волю и менять реальный мир. Конечно же, это поймут не все. В здании Первой Южной Пятеринской Церкви, которую некоторые зовут SCP-1982, могут войти только люди с круглыми душами. А те, что имеют души в форме квадрата, лишь услышат неясный шепот, может увидеть тени, скажут, что там ужасы, какие ли аномалии. И ни черта не поймут, уйдут дальше сидеть в своих душных, пыльных подземельях. А люди с круглыми душами, они войдут. Так они изначально не будут служить в организации. Им противно это все. Они будут искать себя, идти за своей звездой, пока не придут на край вселенной, где сияет пятая звезда. Возьмутся за руки и будут петь на празднике, сливаясь со своими звездными братьями и сестрами. Петь и кайфовать, понимаешь? И вот они уже звезды кино, политики, искусства. А есть такие, души которых уходят из тел и идут дальше по миру дымом в небо, кто-то светом в космос, кто-то облаками. Там они поют вечно, не зная проблем. А тела таких возвращаются в мир и продолжают жить своей телесной жизнью. Да так, что никто и не замечает отличий. Почему же фонд так слеп и мучает те несчастные тела на своих бесконечных допросах? Злится, что ничего не может узнать и понять? Но ведь это пустые сосуды. Реальная церковь пятеринства, она везде, чувак, во всей вселенной. А что, если я не религиозен, спросит кто-то? Не беда. Есть пятый коллектив, где можно слиться с братьями и сестрами плотью в вечном экстазе. О, некоторым нравится такая тусовка в виде бесформенного кома плоти. Есть пятое издательство книг. Многие любят книги. Есть пятый психоделический фестиваль серф-рока. Музыка в душе. Есть пятый рабочий интернационал. Борись за братьев. Каждый, кого ведет путеводная звезда, найдет свой аспект пятеринства. Пятая церковь как таковая. Как церковь? Она есть в основном только в Америке. Там они книгу печатают звездные сигналы, кажется. Книга учит слушать звезды, ведь тот, кто слышит звезды, может исполнять все свои мечты. Но хорошо ли это, когда учение в книге? Ведь ее нашел фонд и теперь мешает всем нам. А правда? Правда она не в книгах. Она внутри, бро. Пятеринство это, когда ты просто создаешь свой мир, пятый мир. Наполняешь его своими желаниями и мечтами, а затем всей душой тянешься к нему.